Учения, которые сейчас проходят на территории Республики Беларусь, где группировка российских и белорусских войск, они вместе проводят эти учения уже несколько дней, но за все это время не взлетали они там разные вертолеты, да, вот не было вот каких-то таких замечено, собственно, действий. Как вы думаете, чего стоит или не стоит ждать от этих учений, которые проводятся вдоль украинской границы? Ну, учения сами по себе проводятся, ничего в этом нового нет, они проводятся достаточно регулярно, в данном случае это учения того, что называется совместной или объединенной группировкой сил, то есть они как бы пытаются интегрировать во что-то цельное и войска Белоруссии, и войска России. Это в основном учения военно-воздушных сил, как я понимаю, начинались по крайней мере с этого, но учения учениями, а важно смотреть на количество и дислокацию российских войск в Беларуси, вот это самое важное. А пока серьезного увеличения этих сил там не происходит, как сообщает военная разведка Украины, там где-то 11-12 тысяч человек, но это символическое присутствие, потому что с такими силами пытаться наступать, пытаться открыть так называемый второй фронт, я думаю, это бессмысленное занятие. Ну, а военные проводят учения, ну, достаточно часто, само по себе это, как я понимаю, ничего хорошего в этом, конечно, для Украины нет, но и ничего особенно опасного тоже. Так что я не стал бы придавать им большое значение. Вот если и когда Россия начнет усиливать, увеличивать, причем в разы увеличивать свое военное присутствие в Беларуси, вот тогда уже есть основания для тех или иных опасений, для тех или иных тревог, но пока этого не происходит.